Здравствуйте, девочки! Вот посмотрела канал «Маму отличника», сижу, смотрю на своего Николая Ивановича, думаю, выгнать что ли? А он говорит, вот ты меня выгонишь, у меня там очередь стоит. Да, очередь всяких разных. Красавец, да? Дотя. А что такое? Сегодня, между прочим, недавно ездили, даже видео Виктория выложила, смотрите, это посещение Львова. Приехали на пляж Валёва, замечательный пляж, мне так понравился. Ну и там рыбаки, ну первый раз приехали там, ну вот так получилось, что Виктория не планировала, а я планировал, только не сказал. Ну и, короче, мы приехали туда, этот пляжик, покупались, замечательно, прохладно, все красиво, все хорошо. Ну, как могла Виктория, в платье искупалась, все нормально, вышли. Ну, без купальника я была. Да. А купаться очень хотелось, я нырнула в платье и вы нырнула. Да, какая разница, все равно никто не знает, кто не видит. И кого-то не было, кроме рыбаков, конечно. Да, рыбаки, вы знаете, пацаны суровые такие, знаешь, за словом в карман не полезут. Ну, они так понаблюдали за нами. Да. Мы покупались и уехали дальше снимать. Мы поехали потом в интернат, потом поехали в Ольговку, а потом уже возвращаясь с Ольговки, мы вернулись назад на пляж, потому что уж очень классный пляж, понравился нам. И решили, ну, может еще раз искупаемся. Ну, по крайней мере, Коля искупался, а я нет. Ну, шквал. С рыбаков остался один на берегу, там ждать всех остальных. Поехали хлопцы все идти трусить, вот, на лодке, вот. И, короче, этот самый, один, оставили одного, для того, чтобы это, ну, наблюдать за хозяйством там же, и вещи, и штука разная. Ну, и машина там для того, чтобы отвозить продукцию, которую достанут. Он за день одичал, ему, наверное, грустно было. Ну, конечно, конечно. И давай до Коля заговорим. Ну, пошел, где жарко стало, пошел в речку искупаться. Он уже выпивший нормально так. И разговаривали, кто, чего, откуда, чего. Мы там знали общих знакомых. Ну, вот он выходит и говорит, слушай, там у меня, говорит, в казане раки остались. Говорит, иди забери, потому что много. Вечером еще будет целый казан раковаки. Ну, и мы пошли. Подходим, дались там, такие маленькие, брат. Ну, как обычно, стандарт. Продаются сейчас везде. За эти раков тоже промышляют. Вот. Говорит, бери так грибы, прямо так. Ну, и так взял нормально, скромненько. Горсточку скромненько взял и пошел. Там можно было больше гриба, он бы не против было. Но все равно, он такой, найди рак. Вот. И пошел, прохожу и отхожу. Говорит, иди, дай покушать своей дочке. И ты из дочке, видать, приехал. Хе-хе-хе. Виктория подумала, что это ей комплиман. Она такая молодая. Я такая, да-да-да, комплиман. Не смотри глубже. Я говорю, как и прыгай. Сейчас так называют дочке. Да. Вообще-то. Просто раз привез тёлку. Вот. Покупались, увез куда-то. Нема-нема, опять привозит тёлку. Вот. Ну да давай, успокаивайся. Да-да-да. Поэтому вот такое. Вот. Кстати, мы планируем, не знаю, если дозбуксы будет хорошо, планируем на эту субботу. На эту субботу. На эту субботу. Да-да. Напланируем шашлыки. Возьмём Ольку. Да. Нашу подругу. Хорошую девчонку. Да. Которая не откажется где-то пойти. А мы уже позвонили, она не отказывается. Она такая, товарищ, лёгкий на подъём. Да. Всё хорошо, всё замечательно. Едем. Вот. Олечка, привет. И в этот раз у меня будет две дочки. Хе-хе-хе. И, возможно, ещё и сыночек. Да. Вот так вот приду и скажу, о, пацаны, привет. Хе-хе-хе. Скажем, теперь у меня две дочки и сыночек. Скажут, о-о-о. Скажут, смотри, жми вы сынками не стали. Хе-хе-хе. Это такое, знаете. Ну, так. Прикол. Вот. А очень замечательное, да? Сидит такой с голым торсом. А что? Нет, девочки. Вообще, что мне с ним делать? Я вот смотрю, такая молодая, красивая. Ну, как говорит... Такая доча. Слушайте, вот такая вот фигня произошла. Какого-то хрена мне пришёл на канал рекомендованный вот этот ролик мамы отличника. Значит, она была на отдыхе в Сочи. И дед её загулял. Они поехали. Ну, как дед? Ей 54 года. Ему, ну, может, он там чуть старше. Ну, такой. Под полтинник, там, 55. Ну, поехали они с семьёй. И, получается, у каждого свой отдых. Она на пляж купаться, а дед в бар отдыхает. Во все тяжкие. Ну, где-то она приревновала его в какой-то аниматорше. Ну, и ролик состоял в том, что она пустила слезу. Вот что мне делать? Это ж надо. Не с семьёй. Ну, я такая думаю, господи. Ну, если я не одна, со мною там дети, дочка, сын. Ну, мне не грустно. Ну, не хочется этому деду валяться на пляже. Хочется ему выпить того пива или того коньяка. Ну, у каждого понятия. Ну, неужели он должен таскаться за тобой каждый раз на эту жару, на этот пляж? Ну, конечно, конечно. Ну, сразу, честно говоря, я ей даже посочувствовала. Думаю, вот блин, козёл старый довёл женщину. А потом, знаете, так ролик за роликом, ролик за роликом, я смотрю, она такая непростая. Она такая... Ну, если не простая, скажем по-новальному, да? Чокнутая баба, короче. Ну, не то, что там чокнутая баба, она такая непростая. Она такая, вот девочки, смотрите, я такая самая лучшая. Ну, дура. Я такая вот... А эти мужики, они вообще... И вот по всей вот этой её речи я понимаю, что мужики козлы. Да, нет. Такой хороший пробел там в этом самом, вот в этом веществе, там есть хороший пробел. Вот. По ходу на старости он больше усугубился. Да, не знаю, она ещё не старая. Ну, 54 года, я думаю, что это... Да, старая кошелка уже, как и так. Так, ну, зачем ты так на старой? Ага. Девочек нельзя так называть старыми кошелками. Ну, да. Я считаю, что она не старая женщина, она нормальная такая, полненькая, пухленькая. Ну, само мнение у неё ещё больше, чем она пухленькая, честно говоря. Я такая посмотрела, такой красной строкой проходит по всему, по всем её виду. Дура вот так вот. Что, все мужики козлы? Вот. Да, она классная. Ну, и дочка, конечно, и дети её. Ну, так, извините, у тебя же ещё и сын есть, который растёт маленьким козликом, так, в таком случае. Да, да, маленький козлик. Короче, мама отличненько. Нет, вовсе мужики не козлы. И я считаю, всегда считала, что если что-то происходит в семье, то... Не надо выносить. Нет, не надо выносить, надо, это уже другой вопрос. А, виноваты оба. Значит, ты где-то нудная была, ну, надоело ему, но захотелось ему отвлечься от семьи. Ну, да, ну так... И что он, собственно, сделал? Если он даже пил там какую-то непонятную жидкость. Ну, себе только вредил. Горько и запивал своё несчастье. Да, себе только вредил. Ну, один день посидел в баре. Я даже вот просчитываю его политику. Да какая разница, за день или за неделю получать уже. Да, ну да. А она приехала и давай всё, буду разводиться. Хотя очень многие ей пишут, что... Ой, это пиар. А у неё, кстати, на этом ролике полтора миллиона просмотра. Это говорит о том, как наши люди любят всякую фигню, да? Ху. Фигню. Так. Хвыгню. Как вам не стыдно, господи. Да, да, да. Я бы ещё не то сказал. Только меня что-то сдерживаю. Сидит режиссёр Якин вот там за камерой, за визером. За кадром. За кадром он там сидит, режиссёр Якин. И мне вот это вот плёнкой, плёткой машет. Я тебе сейчас только попробую что-нибудь. Я тебя изобью. Вы знаете, как надо воспитывать мужчин? Да. Кнутом и пряником. Избить его на синьку. А потом поцеловать. Видите? Вот. Да. Шрамы только пооставались. От кнута. Здравствуйте. 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 Хорошо. Итак, продолжим. А кнопочку включить ничего? Запись. Идёт запись? Конечно. Ага. Ой. Ну я понимаю, что я долься. Ещё маленькая. Но я ж не тупенька. Не совсем уже долься. Не совсем долься. Не совсем долься, да. Вот. Нас тут прервали немножко. Да. Потому что мы сидим в местах общего пользования. Ну да. Вот. Кстати. Это что прервали там. Зашла соседка. У нас случилось несчастье. В нашем доме. Умер замечательный человек. Замечательная женщина. Вот. К сожалению, рана ушла из жизни. Вот. Поэтому собираем денежки. Как в помощи дом собирает. Знаете, как в песне. Городок, да? Все слышали. Да. Да. К сожалению. К сожалению. У нее схватило сердце. У нас сейчас стоит такая жара вот эта влажная. Что реально вот нечем дышать. Если у человека есть проблемы с сердцем. Это конечно ужасно. Она моя одногодка. Это женщина, девушка. Очень жаль. Остался ребенок, школьник. Ну. Царство небесное. Ну. Жаль. Живое. Я надеюсь, что наш дом поможет. Ну. Хоть чем. Кто что может. Это же не обязаловка сдать именно такую сумму. Кто сколько может, кто столько сдает. У нас всегда так было заведено. В этом доме. Еще когда был консьерж. Внизу находился. Да. Мы всегда. Всегда. Если случается такое какое-то горе. У нас немножко необычный дом. Мы тут живем колхозом. Да. Большим колхозом. Да. Все друг друга знают. Если там кто-то где-то что-то там гыкнул. То в другом конце уже знаешь, что он обделался. У нас многие годы мы жили. У нас был статус общежития. Да. Поэтому такой колхоз он был. Все друг друга знают. И работали все на карданных валах. А сейчас у нас уже все поприватизировались. Квартиры уже как бы свои. Но колхоз не закончился. Нет. Колхоз продолжается. С воду умереть не дадут люди. Кстати да. Кстати да. Поэтому. В этом. В этом большом. Как. Можно где-то поругаться по скандали. Знаете как. В хорошей коммунальной квартире. Да. Так же и пойти из топора борщ сварить. Если что. Да. Топор руки взял и пошелся по соседям. Ну ты. Я надеюсь мои подписчики поняты. В каком. В каком смысле с топора. Нет. Потому что ты уже так совсем уже. Ну так ты ж таки сказал. Как сказал таки понял. Ну да. Да. Ты же знаешь сказку. Да. Солдат варил борщ с топора. Знаю. Да. Тут блочная система. Привычки. Общаговские. Они никуда не деваются. Вообще тут блочная система. Вы не подумали что это сразу в комнату. Вход прямо с этого. С коридора. Нет. Сначала идет как положено прихожая. Как квартира. Как там санузел. Одна. Вторая комната. Тут полноценная квартира. Одну комнату. В другую комнату. Разделенная. Все как положено. Да. Квартира. Ну. Квартира такая нормальная. 36 квадратных метров. Да. Однокомнатная квартира. Стандартная. Получилась квартира. Причем. Комнаты 12 и 18. Это очень даже хорошо. Вот. В одной люди делают кухни. Вот. Много людей. Которые. В 12 квадратах. В маленькой комнате. Вот. Нет. Этот самый. Тихо. Юрий Шатунов. Тихо. Мы записываем ролик. Если хочешь у тебя сняли. Снимут. Да. Нет. Это много. Юра. Вот это выходит. Да. Это такое. Такое общение. Сеньки и соседа. Ну. Все. Вот так вот. Батон крошишь. Ага. Все. Все. Ты зачем на Шатунова батон крошишь? А вы думаете даже не фамилия такое Шатунов? И так зовут Юрий. Юрий Шатунов. Так что у нас тут есть местные знаменитости. Мухку переда. Молодцы. Привет Караганду. Ага. Если Караганда смотрит. Привет Казахстану. Да. Всего доброго. Караганде и Казахстану. И такие у нас есть. И Шатунова Юрий. Вот так вот. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, что у нас Николай Иванович сидит. Раздетый. Он тут раздетый все время ходит. Да. Это у меня такая форма одежды. Форма раз, трусы и противогаз. Но противогаза нету. Продали уже. Форма раз осталась. Надеюсь, что ты не продал. Не пропил? Не, не пропил, не продал. Сдал в армию, когда увольнялся. Так вот. Решили мы поехать дружной компанией. Обратно. Да. На то же место. Спасибо. Володе. Володя, привет. Тебе привет. А то, что нам такие места. Мы, конечно, долго добирались туда. Ну, я обещала, что мы снимем Ольговку. Да, да, да. Снимем Львова. Это как бы два села, которые, собственно говоря, рядом. А между ними находится интернат. Вот. И там такие места. Вы знаете, художникам тут отстоять. Ну, умненько. Ну, сейчас я отвечу и продолжу. Надо глянуть у себя. Итак, запись. Надо глянуть в моем портмоне. Может, там у меня двадцатка найдется. Чтобы ты сразу же. Хорошо. Ну, вот. И решили мы в эту субботу. Уже созвонились с нашими, так сказать, действующими лицами. Я уже думала. Приеду, скажу. Так. Для контента я наняла актеров. А я Рыбаковская. А Оля, кстати, у нас пианистка. Да. Поэтому она, ну, как бы на актрису потянет. Да. А Виталий Людмилович, он у нас по жизни артист. По жизни артист. Да. Студент прохладной жизни. Говоря так. Ну, он еще под вопросом. Потому что он хитрый у нас товарищ. Да. Вчера этот самый должен был зайти. Вот. И не зашел. Ну, наверное, чувак включает, ну раз. Потому что мы предложили съездить. Но он не покупает ничего. Только везет своей машиной и заправляется за свой счет. Да. Ну, там газ залить газом на газу. Просто у него машина более экономична на газу. Мы сильно много горючки используем. Да. Мы на бензине. Да. А бензин два раза дороже. Да. То есть, если газ стоит 140 гривен за килограмм. То у нас выходит. Ну, короче. Это не важно. Предложили вот такой вариант. Потому что ему экономичнее. Мы там все скупляемся. Все нормально. А он нас везет. И даже предложили, если хочешь выпить. Коля у нас не пьет. Поэтому он назад повезет. Если ты выпьешь. Да. И тут пошли раздумья. Да. Тяжелые раздумья. И хочется. И колется. А вот платить не хочется. Наверное, и так. Да. У нас есть свободная денежка. Ну, реально получается очень дорого. У нас машина немало кушает. Да. А бензин нынче 30-31 гривна литр. Да. Ну, вот чтобы нам съездить было. Туда мы потратили двадцатку. Ну, двадцатку вряд ли, конечно. Литров 15 точно. Потому что. Ну, дело в том, что. Я тебя когда спросил, ты мне сказал двадцатку. Да. Ну, вот потому что. Оно в самом конце уже почти в нулее. Лампочка еще не мигала. Ну, даже если 15, конечно, накладненько для бюджета. Это накладненько. Там. А почему столько ушло. Потому что, понимаете. Мы ездили же и в Ольговку, и в Львово. Ну, да. Там и скорость. Там и кочки вот эти. И много балок всяких разных. Мы съезжали там на пляж. Одно место такое экстремальное. Чуть в аварию не попали. Ну, не в аварию мы не попали. Я просто взял, выключил зажигание. Повернул ключ. Ну, естественно, заблокировало руль. И выключились тормоза. И понятное дело. Ага. И мы одной половиной наехали на горок такой, знаете. Ну, самое интересное. Ну, вверху гора такая. Нормально. Балка. Ну, отпускаю педаль. Елки-палки. Я качусь на гору. Ха-ха. Пришлось, да, ехать. Короче, я испугалась. Нормально. Вы ехали. Хорошо. Ну, благодаря нашему водителю. Нет. Нет. Не права. Да. Мать. Мать ее. Отличненькая. Не буду я тебя бросать. Не будет. Ты все-таки мне дорог. Да. Как память, да? Ха-ха. Ну, может или надо, а бы было, да? Ха-ха. А кто меня возить будет? Ну, как кто? Друг. Какой? Ну, которого там ты встретишь. Здрасте. Я уже сколько лет? Я с тобой уже шестнадцатый год. Я тебе всю жизнь попортил, да? Я с тобой уже шестнадцатый год. Какие друзья? Я всех друзей растеряла за шестнадцатый год. Из-за меня. К чему я говорю. Конечно. А друзья-то какие у тебя были? О, сошли военные. Военные сошли. Слушай, ты моих военных друзей не трогай. Не трогай моих военных. А что? У тебя летчиков не было? У меня не летчики были, а один был летчик. Перелетчик. Перелетчик. Вот. Да. Вообще это никому не интересно. Еще и как интересно. Ага. Ну, давай будем твоих, этих, как, пулеметчиц. Пулеметчиц? А, у меня пулеметчицы были, то еще и те пулеметчицы. У-у-у-у. Они у каждого мужика были. Как это? Кто это говорил? Задорван, кто ли? Не, не, не Задорван. Говорит. Она, говорит, первая женщина, говорит, на деревне. Она у всех, говорит, первая. У всех узиков первая. Слушай. Ну, ладно. Лирику мы оставляем. Мы и так уже наснимали тут на полчаса. Да и ладно. Ладно, ребята. На этой позитивной ноте. Хотя, конечно, у нас тут, как в обычной жизни, и позитив, и негатив. Да. Как в песне. Городок. Да. Поэтому все равно наша общага, она в чем-то и выигрывает. Да. Мы, как бы, могут, знаете, как в каком-то селе человека, и полностью дерьмом его облить, и тут же очистить, и тут же… Да, да, да. Поэтому… Это как везде. Как в общем… Ну, не везде. Люди живут в квартирах вот так двери в двери, и друг друга не знают. А у нас так. Поэтому… Слава нашему колхозу. Да. Колхозу-миллионнику. Да, миллионнику. Да. А чего бы когда-то 2 миллиона долго было на этом колхозе по электроэнергии? Ну, это с какой-то… В 2008 году. Слава колхозу, колхозу-миллионнику. Да. Ребята, на этом всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Да, обязательно на колокольчик. На свои колокольчики там внизу. На колокольчик нажимайте. В правом верхнем углу вашей страничке. И пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Без комментариев как-то так вот засыхает канал. Нет, писать надо. Хочешь что-то. Пишите комментарии. Очень интересно знать ваше мнение вообще. Ну, все, ребятки. Пока-пока. До новых волнительных встреч. Ждем вас на канале. Да.